Поставьте, пожалуйста, в чат плюсики, слышно, видно ли меня. Все, вижу, слышно, видно. Добрый день. Меня зовут Елена Кибиткина, как уже Диана представила. Да, я являюсь руководителем дизайн-студии Киби Дизайн. И сегодня моя тема – это дизайн шоурумов. Почему мне хочется поговорить про коммерческие и общественные интерьеры? Потому что в своей практике я пришла к тому, что изначально я тоже занималась. И, в принципе, и сейчас в нашей студии достаточно много и частных объектов. Но, тем не менее, мой фокус направлен больше на общественные и коммерческие интерьеры. Потому что я считаю, что все-таки масштабироваться, как-то развиваться помогают именно коммерческие интерьеры. Поэтому тема такая, кому интересно, кто планирует, поставьте, пожалуйста, единичку, кто уже делает коммерческие интерьеры, в частности шоурумы, двоечки, кто планирует, кому интересна вообще данная тема, о ней поговорить. Ну, хорошо. Так. То ли с задержкой, то ли… Так, как мы листаем. Так, хочу сказать также, что у меня есть сейчас четыре темы вебинаров про салоны красоты, про медицинские клиники и СПА. Это вебинары, которые я стараюсь строить на своих проектах, сделанных, и делюсь опытом, как именно мы проектировали эти заведения. Поэтому, кому интересно, приходите на вебинары и слушайте. А сегодня наша тема – это шоурумы. Значит, буду рассказывать на примере двух шоурумов. Один из них – это шоурум, который находится… То есть у них разная локация и разная специфика. Один шоурум относится к строительному бизнесу, который вам всем очень близок. Я думаю, это мои партнеры «Территория стекла». Все вы приходите, наверное, в подобные отделы, где заказываете стекло, зеркала, разрабатываете какие-то интересные конструкции для своих проектов. И я бы хотела сказать, на какие особенности мы тут обращали внимание при проектировании данного шоурума. И еще один шоурум. Этот шоурум относится к промышленному бизнесу. И шоурум «Окон». Вообще у меня уже был вебинар по шоуруму. Я тогда говорила о том, что мы приступаем к проектированию этого шоурума. Сейчас он уже, в принципе, на стадии реализации. И расскажу тоже, с какими нюансами столкнулись при его дизайне. Этот шоурум находится в отдельно стоящем здании, в жилом комплексе. И поэтому у него тоже ряд своих особенностей, которые пришли. Ну, это все проекты из моего портфолио. Также тут я вот приложила свой салон красоты «Ванильное небо». Почему именно этот проект захотелось мне тоже показать? Потому что отсылка по интенсиву будет и затронет и салон красоты. Здесь есть зона продаж. Ну, скажем, тоже такой небольшой шоурум. Ну, и интересная история, связанная. Вот сейчас на слайде тут есть как раз витрина, которая служит для продажи косметики. И есть интересная история по поводу этой витрины. Чуть позже я ее расскажу. Значит, что же такое шоурум? Сейчас вообще считается, что потребители разделились на два вида клиентов, которые любят, ну, которым удобнее пользоваться интернет-магазинами, маркетплейсами. И для них важна логистика, удобство, никуда не ездить, ничего не смотреть, да, не тратить время, экономить свое время. Но, тем не менее, есть определенные виды бизнесов, когда шоурум необходим, когда клиенту нужно обязательно приехать, посмотреть, потрогать, получить какой-то свой клиентский опыт и, ну, составить свое впечатление, приобрести данный продукт. Есть три вида бизнеса, в которых обязательно наличие шоурума. Это строительный, который нам ближе всех, промышленный, примерно, про который я рассказала, как производство окон, и автомобильный. То есть никто автомобили, ну, редко, наверное, автомобили покупают по картинкам, либо по интернету. Все-таки нам всем надо прийти в автомобильный салон, съездить на Тезра, чтобы оценить возможности того или иного автомобиля. Ну, и также ряд других продуктов, о которых сейчас как бы идет речь. Шоурум – это выставочный зал, который должен, прежде всего, транслировать дух и философию бренда. Ну, есть еще такое понятие. Это уже о больших шоурумах, о флагманах. О них чуть позже. Так, ну, вот здесь вот на слайде как раз также показан строительный бизнес и представлен шоурум, здесь вот мы видим плитку, напольное покрытие, да, то есть тоже мы приходим в подобные шоурумы, смотрим, трогаем. И от того, насколько там все удобно расположено, соответственно, настолько, я думаю, и от этого зависит, насколько удобно клиенту покупать данный товар, и насколько быстро делается покупка. Скажу из практики, у нас есть очень… Вообще я из Ижевска не представилась, но скажу, у нас в Ижевске есть магазин плитки как раз. Очень классный магазин, где представлена практически вся трендовая, скажем так, плитка, керамогранит, но достаточно неудобный шоурум, невозможно там не присесть с клиентом, не пообщаться, и, в общем, вызывает некий дискомфорт все-таки, потому что шоурум все-таки должен быть удобным. Вот, и на следующем слайде это шоурум окон, о котором, ну, один из своих примеров тоже я покажу. Так, ну, вот автомобильный шоурум. Так, с чего же мы начинаем, когда занимаемся дизайном шоурума? Конечно, это анализ помещения, его нахождение, как мы будем привлекать клиентов. И вот сейчас я хочу показать вам планировочное решение как раз шоурума территории стекла. Так, сейчас я разберусь, как нам нужно показать. Так, значит, какие особенности планировки именно вот этого помещения? Значит, я уже сказала, что это шоурум, который представляет стекла и зеркала. Ребята занимаются, очень творческие ребята, они всегда внимательно подходят к тому, что дизайнеры хотят воплотить и достаточно интересные задумки воплощают. Что хотелось бы сказать? Значит, что мы видим на данном планировочном решении? Во-первых, у нас есть место, где общаются клиенты и дизайнеры. Так, вот это место, где всегда можно прийти с клиентом, уединиться и будет достаточно комфортно пообщаться. Комфортно пообщаться и обсудить проект. Вообще, вход у нас в помещение вот здесь вот. И при входе в шоурум у нас есть место, где выставлены зеркала для людей, которые, в принципе, скажем так, это проходящий трафик. Они идут у нас вот с этой стороны, с лестницы, они у нас идут, тут вот переход из одной зоны в другую и просто идут по направлению вот этому, допустим. Что мы сделали, чтобы вообще привлекать клиентов? Во-первых, у нас оставлено расстояние, и здесь вот на некотором расстоянии поставлена стеночка, и оставлено расстояние для того, чтобы можно было выставить какие-то интересные... Вот здесь вот я слайд приложила, то, что мы расположили вот в этой витринной зоне, чтобы клиенты, которые идут у нас по направлению с лестницы, видели изделия, которые делают в этом отделе, и они их заинтересовали. Справа у нас находятся стойки, которые тоже при прохождении с правой части привлекают на себя внимание, и клиент видит различные виды зеркал, которые также позволяют составить впечатление о том, что здесь отдел, который занимается стеклами, зеркалами, и как бы приглашает зайти в этот шоурум. Далее, что мы видим? Мы заходим и видим стол с образцами, где можем пощупать, потрогать их, посмотреть. Здесь же в отдалении у нас находятся небольшие менеджеры, которые, в принципе, всегда готовы подойти и проконсультировать. Но вот дизайнеры, клиенты, они все-таки находятся в таком уединенном месте, где им никто не мешает. Также предусмотрено место для небольшого склада. Вот оно здесь, чтобы можно было непосредственно не в сам отдел привозить стекла и оставлять, потому что очень много есть небольших изделий каких-то, когда клиенты приходят, просто зеркало заказывают, их где-то тоже нужно складировать, поэтому тут есть небольшой складик, в котором хранятся вот эти вот зеркала. И место для конструктора, которого никто не должен отвлекать, потому что все-таки зеркала и стекла – вещь серьезная, и если при конструктивных решениях будут какие-то ошибки, то очень сложно потом осуществить монтаж. Естественно, это сразу переделка, поэтому вот такой момент, как человек должен, ну какие-то определенные есть сотрудники, которым тоже нужно уединиться, это тоже нужно как бы учитывать при проектировании, при планировке шоурума. Следующий шоурум, про который я хотела поговорить, это шоурум, вот он находится в отдельном помещении, вот здесь вот на слайде мы видим жилищный комплекс, комплекс премиального, ну премиальный комплекс, и изначально вообще владельцы подразумевали, что здесь будет целевая аудитория, дилеры. Это шоурум завода, который изготавливает окна, и у них есть свои дилеры по городу, есть свои точки продаж, а есть также дилеры, которые занимаются их продукцией, и вот в этом шоуруме они хотели представить какие-то эксклюзивные раздвижные конструкции, которых сейчас на рынке очень много, и привлекать сюда архитекторов, которые будут приходить с премиальными клиентами, и своих дилеров, которые тоже премиальным клиентам могли бы показать какие-то эксклюзивные вещи. Сейчас у них, потому что в точках продажах в основном это типовые окна, которые на типовые, обычные окна, которые ставятся там, даже такие моменты, как вот эти холодильники, которые под окном, различные конструкции, какие-то стеклянные двери, ну то есть такая продукция представлена в основном, которая пользуется большим спросом, а этот шоурум, он все-таки должен был быть направлен на привлечение именно премиальных клиентов, ну и соответственно архитекторов, дизайнеров, которые будут их приводить, и дилеров. Но в процессе обсуждения, вообще проект как бы немножечко у нас затянулся, но с другой стороны у нас была возможность проанализировать. Дело в том, что дом еще не сдан, он будет сдаваться к следующему году, поэтому в принципе спешки большой у нас не было по этому проекту, хотя обычно шоурумы это, конечно, сроки, потому что это арендные площади, и нужно быстро делать, нужно быстро заезжать, но в данном случае время было подумать. Вообще, когда мы анализировали вообще сам объем и само помещение, мне очень не понравился здесь тамбур, который вы можете видеть, то есть мы заходим в тамбур, мы не видим, не можем увидеть все пространство шоурума, тут у нас еще вот санузлы, которые в принципе тоже должны остаться, мы их тут перенести не можем, и два пилона, которые ограничивают обзор шоурума, поэтому было желание, конечно, сделать вход посередине и с левой части, но, к сожалению, вот это занимались поисками, кто нам согласует, но не получилось согласовать, и в результате все-таки у нас вход остался на своем прежнем месте. Поэтому, когда мы занимались планировкой, нужно было решить вопрос того, чтобы как-то направить клиента, чтобы он сразу, приходя в шоурум, все-таки мог... В общем, это не было так, вот как вот сейчас мы смотрим, что в тамбур зашли, и все замкнутое пространство, и непонятно идти дальше, мне кажется, большее количество клиентов бы зашли, развернулись и ушли, да, даже... Вот, а для того, чтобы все-таки сразу была видна экспозиция, тут нужно было подумать. И в результате было принято вот такое решение, мы развернули менеджеров на входе и визуально подчеркнули направление, куда должен идти клиент, напольным покрытием, плюс к планировке. И у нас родилось вот такое вот планировочное решение, которое, ну, скажем так, все-таки открыло пространство шоурума и позволило клиенту сразу увидеть те образцы, те продукты, которые владельцы хотели ну, представить, скажем так. Также хочу сказать, что при планировке тоже у нас не сразу... Вот мы предлагали сразу владельцу, поскольку мы сами являемся дизайнерами и понимаем, что те или иные партнеры постоянно проводят нам обучение, вот я сразу предлагала им сделать зону, где бы они обучали своих дилеров и архитекторов, но вообще изначально почему-то у меня это предложение не было принято. И запрос был только на переговорные комнаты, где бы могли премиум клиенты все-таки уединиться, и менеджеры, которые бы встречал клиентов. Но в процессе работы все-таки мы остановились на том, что вот у нас есть такое одно... Вернее, одна... Образовалась одна большая зона и, в общем-то, все-таки остановились на том, чтобы сделать... Ну, предусмотреть возможность, что какие-то обучения все-таки будут происходить. По идее, эти стульчики складные, они легко убираются в подсобное помещение, а при надобности они достаются. Просто на этапе ремонта будут заложены экран и проектор, ну и также предусмотрены жалюзи или росторы для того, чтобы закрыть окна и при проецировании изображений все-таки было комфортно видеть. И есть еще один момент, но я о нем чуть-чуть позже расскажу. Так, что еще вот при планировочном решении, при анализе помещений, на что стоит обратить внимание? Это все-таки зона для персонала и зона для... Ну, зона для персонала, потому что очень часто мы сталкиваемся с тем, что переделываем небольшие шоурумчики и вот даже в торговых центрах люди приходят, им негде не раздеться, не перекусить, а в принципе они находятся на работе целый день. Ну, хорошо, там перекусить и не могут еще сходить в кафе, но раздеться им где-то нужно, поэтому все равно должно быть какое-то небольшое подсобное помещение, может быть, это в виде какого-то шкафа будет или еще что-то, но что-то должно быть, где люди могут раздеться, переодеться, не знаю, попить воды, вообще просто сесть на стул и отдохнуть две минуты. Так, здесь у нас это место вот здесь вот находится как раз в зоне, где находятся менеджеры. Также очень важно предусмотреть и понять вообще, будут в этом шоуруме поить кофе, либо будут, либо люди сами просто себе воду будут из кулера наливать, как это будет происходить. В данном случае у нас переговорки, и мы очень долго думали все же поставить кофемашины именно в переговорные комнаты или это какой-то менеджер будет разносить, потому что вопрос встает о том, что в то время, как менеджер общается, допустим, с клиентами, которые к нему зашли, естественно, никто уже в переговорную комнату этот кофе не принесет. Но, тем не менее, остановились на том, что кулер и кофе, они в зоне менеджеров, а в переговорных комнатах только стол, стулья, вешелочка небольшая, чтобы клиенты могли раздеться. И экран, куда можно транслировать какие-то материалы, которые будет демонстрировать архитектор или, может быть, даже менеджер, который будет подходить, разъяснять что-то. Далее по поводу локации и почему именно планировка вот она вот так вот у нас развернулась. Потому что, ну, вы видите, это, вернее, если мы вернемся, мы увидим, что шоурум находится вот здесь вот угол вот этого здания, немножко больше захватила, угол здания и это угловое помещение. Соответственно, люди у нас тоже идут и с этой стороны, и с этой стороны, и с этой стороны. И по направлению, по направлению взгляда они видят выставочные образцы, выставочные конструкции перегородки, которые могут, в общем, которые видят. вот. И переговорные комнаты мы тоже развернули таким образом, чтобы их из окна было видно. И придумали, что у нас они акцентом подсветятся светом и в ночное время, в ночное или вечернее время мы будем оставлять все-таки переговорные комнаты освещенными, в то время, как в остальном помещении будет приглушенный свет, чтобы прямо на них сделать акцент. И на те конструкции, которые будут установлены в этих переговорных комнатах. Так. Соответственно, вопросы, на которые нужно ответить, когда мы делаем анализ помещения и работаем над планировочным решением. как будет вести себя клиент, когда только он заходит в данное помещение, где будет находиться менеджер или администратор, чтобы не быть навязчивыми. И первое время, когда клиенты заходят, они могли как-то оглядеться, посмотреть налево, направо, ну, чтобы никто тут их не сторожил, а то бывает иногда, да, наверное, все встречались, заходишь в магазин и тебя тут готовы растерзать прямо своим желанием помочь. И достаточно неприятное впечатление складывается. Где и какой будет располагаться товар, чтобы он выигрышнее смотрелся и работал лучше? Где будут кассы, где будет осуществляться оплата? Как будут заключаться договора? Будут ли клиентов угощать кофе? Нужна ли зона для детей? Вот тоже вопрос как бы большой. Потому что, ну, это надо понимать, конечно, целевую аудиторию, потому что, если это у нас все-таки торговый центр, если там проходящий трафик, ну, вот у нас вот в том шоурумчике, который я показывала в торговом центре, у нас там предусмотрена вот эта, ну, не будет, вот она, зона, детская зона с небольшим хотя бы столиком, чтобы в то время, когда родители хотят пообщаться с менеджером, дети тоже были заняты. Ну, вот в шоуруме ОКОН как-то у меня владельцы решили, что не та целевая аудитория, поэтому никаких детских, детских зон у нас не предусмотрено. Также вот я говорила о том, что, возможно, нужно предусмотреть дополнительные локации для проведения, потому что надо понимать, как будут привлекаться клиенты, да, как с ними будут коммуницировать, и, возможно, будут проводиться какие-то тематические обучения, лекции, презентации и другие мероприятия. Ну, и понятно, что все это нужно держать в фокусе внимания, чтобы грамотно зонировать пространство. Пожалуйста, поставьте плюс в чат, кто меня слышит, видит, все ли интересно, со мной ли вы еще. Так, ну, вот я уже говорила, что сейчас у нас разная целевая аудитория, и время разделило нас на людей, которые предпочитают покупать товары в интернет-магазинах, заказывать доставку и не тратить на это время. но еще раз мы как бы говорим о том, что есть определенные бизнесы, где шоу-ромы необходимы. Вот я уже перечисляла, это у нас строительный, еще раз повторю, строительный, промышленный и автомобильный. И есть вот несколько примеров, это говорит о том, что еще шоу-ромы, они сейчас как бы стараются идти на встречу покупателей и введить различные форматы, чтобы привлекать к себе клиентов. Так вот мы говорим о том, что проводят различные презентации, обучение. И, допустим, есть такие примеры больших шоу-ромов, таких как флагман Найс в Нью-Йорке, можете почитать, приинтересоваться. Очень интересный флагман, в котором просто интересно вообще посмотреть, как привлекается аудитория, как дизайн построен, что люди в этом флагмане могут прийти и создать свой дизайн кроссовок для себя лично. Вот такой вот опыт можно приобрести в этом флагмане. Таким образом, целевая аудитория. Ну, это опять же та же тема, что шоу-ром все-таки должен как-то притягивать покупателей, стать точкой притяжения, местом, где клиенты, партнеры, любители бренда могут познакомиться с продуктом поближе, получить консультацию специалиста, назначить встречу со своими заказчиками и улучшить знания по использованию того или иного продукта. Ну, есть два вида, как бы, да, сегмент B2B, бизнес-чу-бизнес, ну, то есть мы, когда с вами приходим с клиентами, в принципе, те партнеры, кто у нас готов принять, это, ну, своего рода тоже получается бизнес-чу-бизнес, то есть они для нас делают комфортное пространство, чтобы мы со своими клиентами могли общаться. Ну, и сегмент B2C, это все-таки бизнес для конечного потребителя, это чаще всего, ну, вот как раз автомобильные салоны, да, когда тут приходишь конкретно себе автомобиль выбирать. Так, ну, вот это я уже говорила о том, что если у нас нужно переговорные комнаты уединиться где-то, то чаще, то есть если шоурум предназначен и то есть работает в формате бизнес-чу-бизнес, то тут нужно какие-то переговорные комнаты, где бы могли обсудить проекты, какие-то договора заключить, либо это для конечного покупателя и тут тогда свои какие-то моменты, допустим, то, как вот детское место, да, установлено, что если для проходящих покупателей, у которых маленький ребенок, чтобы он в это время был чем-то занят, пока родители общаются. Ну, еще тоже демонстрирую. А, также хотела обратить внимание на то, что, допустим, есть шоурумы сейчас по продаже квартир, тоже, может быть, встречаетесь в своей практике, когда ходите выбирать, может быть, смотреть планировки со своими клиентами. И точки продаж квартир, они тоже разные для разного сегмента потребителей, скажем так, есть эконом плац жилье, есть премиум плац жилье. И вот очень интересно, когда мы работали над шоурумом как раз для одного из наших жилищных комплексов, то изначально планировочное решение было сделано таким образом, что менеджер сидит и к нему подсаживается клиент, когда приходит обсуждать ту или иную квартиру. Но в процессе работы тех заданий было изменено и решили, что все-таки нужно поставить организацию рабочего места сделать по-другому, нужно поставить столики как в ресторане, чтобы премиум клиент, потому что жилищный комплекс был премиум сегментом, то есть он сейчас премиум сегмента, вот и клиенты, которые приходят обсуждать свои покупки, свою покупку, покупку своей квартиры, они должны чувствовать себя прям как в ресторане, главными сесть за этот стол, удобный стул, и уже менеджер к нему подсесть как официант, как вот таким вот образом, немножко по-другому, не клиент подсаживается к менеджеру, а менеджер подсаживается к клиенту, тоже очень мне показалось интересным, так, ну вот я уже когда про планировочное решение про анализ помещения рассказывала, говорила, что да, вот у нас в этом шоуруме в торговом центре есть зона для переговоров дизайнеров и премиум клиентов, есть выставочные образцы справа для проходящего потока, и в общем от того, какая целевая аудитория предполагается, все-таки зависит, как вы будете планировать это помещение. Это вот слайды из шоурума ОКОН как раз, это вот место, которое оборудовано для обучения архитекторов, дизайнеров, дилеров, и тут мы тоже максимально старались предусмотреть какие-то комфортные моменты, то есть вот вы видите на потолке панели языкафона, которые будут делать комфортным звук, потому что я тоже столкнулась с таким моментом, что в принципе партнеры приглашают на обучение, и кстати, эти обучения иногда проходят в торговых центрах, но настолько слышимость ужасная, что прям даже не слышно и непонятно, что происходит на сцене, что говорит ведущее мероприятие, потому что разные инородные шумы, они мешают, поэтому здесь, когда вот это место разрабатывалось, все-таки на это обращали внимание и старались максимально сделать обстановку комфортной. Здесь вот видите на втором слайде как раз представлен зона переговорной, которая из окон будет видна, которая будет освещена и в приглушенное время суток это акцентом таким будет. И обращать свое внимание на вот эти вот раздвижные конструкции, к которым как раз заказчики хотят привлечь потребителей. Дальше нужно проанализировать тот товар, который будет, то есть мы проанализировали помещение при планировочном решении, мы проанализировали ту целевую аудиторию, кто же у нас будет приходить в этот шоурум и анализируем те товары, которые будут продаваться. Значит какого как мы анализируем товары, которые будут продаваться. То есть делаем ли мы дизайн под существующий продукт, либо мы подбираем продукт под целевую аудиторию, потому что почему вообще вроде бы казалось очевидной вещи, на самом деле по практике, когда заказчики нанимают дизайнера, очень много моментов они еще сами до конца не понимают. например у нас было вот шоурум Моган, то есть для них это был тоже первый опыт, до этого у них были точки продаж все-таки для более скажем так широкой публики, а премиум сегментом они только начинают заниматься, это первый шоурум серьезный, который они открывают, и поэтому очень долго были разговоры о том, что же нужно выставить, нужно ли выставлять те продукты, которые они выставляют в уже существующих точках продаж, потому что в принципе они у них востребованы и хорошо продаются, но тем не менее здесь все-таки акцентировали на премиум на премиальном продукте и в конечном итоге мы убрали различные продукты, которые продаются именно на проходящий трафик, скажем так, когда там в обычные дома какие-то ставятся. Дальше, но это больше, конечно, не к моим примерам, но вообще относится, что будет ли товар представлен сезонно либо коллекционно, или это будут постоянные экспозиции, потому что то, что мы сейчас рассматриваем строительный и оконный бизнес, это все-таки постоянные экспозиции, они прям строительным исполнением сделаны и служить будут долго. Потом стоимость товара все-таки, потому что нужно тоже понимать, какой интерьер мы будем создавать, на какой продукт он будет ориентирован, то есть понятно, что все должно быть в соответствии. И если мы допустим делаем премиальный сегмент, соответственно, все должно как-то выглядеть достойно. Также важно определить конкретный перечень позиций списком, размер, цвет, материал для представления в шоуруме, что тоже очень часто вызывает вопрос у заказчиков, потому что когда начинаешь им эти вопросы задавать, первое, что они говорят, вам лучше знать, и только потом уже потихонечку ты у них набираешь вот эти все важные моменты, без которых тебе дальше двигаться невозможно. Не всегда хорошо, когда шоурум открывает, скажем так, не спиртап, когда люди поработали и открывают еще один шоурум, похожий. И это, кстати, почему еще мне, скажем так, нравятся коммерческие помещения, почему мой фокус сейчас на них настроен, потому что в принципе, если говорить о бизнесе, то это все-таки возможность повторной покупки, тогда как с частным клиентом, ну, там достаточно большой цикл, то есть ты сделал квартиру семье, и когда они к тебе придут за домом, ну, это достаточно длительный процесс, ну, моей практике лет семь, наверное, надо дождаться следующей покупки клиента твоих услуг. Вот, здесь же с коммерческими помещениями, все-таки, если у людей бизнес идет хорошо, они, как правило, развиваются и, скажем так, открывают новые шоурумы, поэтому тут как бы возможность сделать не один объект, а несколько одному и тому же заказчику все-таки более вероятен. Вот, о чем говорила? Ладно, важно определить конкретно так, я тоже сказала, давайте дальше. О любви своей коммерческим интерьером хотелось сказать. Про входную зону немножко хочется поговорить, как ее нужно оформлять, ну, вообще, я уже немного затронула, эту тему, что тут у нас в этом шоуруме была большая проблема с входной зоной, вообще, нам ее хотелось перенести, и очень мне хотелось сделать дверь из скругленной части, ну, вот, с угла и с центральной части, но, к сожалению, это все не получилось, и она осталась там, где она есть. и тут возникает как бы ряд нюансов, это пилоны, которые не дают их снести и открыть пространство шоурума, и тут вот еще на входе есть такая, есть один небольшой момент, вот такой вот, это коммуникации, которые тоже приходят, пришлось обыгрывать, вот в данном случае, это поставили мы кэшпо в строительном исполнении, чтобы как-то задекорировать, вот, ну, в общем, возникает ряд нюансов, когда нужно решать вот эти вот вопросы, и один из моментов, как мы вообще сделали вот этот вход интересным, все-таки мы сделали, подчеркнули направление, куда нужно идти клиентам именно напольным покрытием, сделали архитектурные красивые светильники, и здесь у нас еще в этой зоне есть интерактивная панель, которая будет демонстрировать какие-то моменты именно по раздвижным перегородкам, по продуктам, где можно остановиться, что-то посмотреть, почитать, прежде чем пройти дальше. В общем, на входную зону нужно, конечно, тоже обращать особое внимание, потому что может случиться так, что человек зайдет, может ему показаться темно, может ему показаться светло, может ему показаться дорого, может ему показаться наоборот, что это не соответствует его вообще ожиданиям, поэтому входная зона, она, конечно, требует пристального внимания в дизайне. Ну, вот это просто слайды со всех сторон, скажем так, входной зоны, также у нас справа вот следующий момент, это все-таки мерчандайзинг, когда ты смотришь направо, и там должны быть представлены какие-то либо востребованные продукты, либо те, которые, на которые нужно обратить внимание, ну, наши клиенты решили, что все-таки шумоизоляционные окна, это вот прямо то, на что нужно обратить внимание. Сейчас мы их проектируем практически в каждом шоурумчике у них, и это один из таких самых ходовых продуктов у производителя этих окон. Вот, тут также представлена зона менеджера, которая открывается с обхода, но она все равно немножко отдаленно, то есть она как бы не позволяет клиенту зайти, не давит на него, и в то же время менеджер все равно видит, кто зашел, взглядом встречает, и всегда в курсе, кто вообще заходит в этот шоурум, всегда готов подойти, встретить, поздороваться, по крайней мере, поприветствовать, и не оставить без внимания клиентов. Ну, вот уже сказала, да, что обязательно нужно обратить внимание, то есть есть такой момент, что справа должны находиться товары, которые пользуются либо наибольшим спросом, либо то, что владельцы хотят на что, чтобы обращали внимание. Вот. Следующий момент, ну, это как бы не по тем шоурумам, которые я вам показывала, но это тоже один из, как бы, тоже зона продаж в одном из наших проектов в СПА, и следующий момент, это такой момент, когда нужным шоурумам делать какие-то небольшие островки, чтобы клиенты не пробегали сквозь шоурум, а все-таки могли, что-то их заинтересовало, могли остановиться, потрогать, посмотреть, поконтактировать с продуктом, то есть какие-то организации каких-то вот таких островков для демонстрации продуктов, в данном случае косметики, которая продается в СПА. Ну, еще один момент, нужно, конечно же, учитывать проходы, не делать их слишком тесными, чтобы всегда всем было комфортно проходить, и чтобы можно было посмотреть продукт, ну, если это перегородки, открыть, закрыть, не мешаться друг другу, если это, так, сейчас далеко, если это, допустим, стол, где выдвигаются образцы стеклами, чтобы сзади тоже никто не мешался, можно было свободно открыть и посмотреть стекло, ну, и другие продукты, то есть, проходы должны быть все-таки достаточно широкими и комфортными, и чтобы люди, не дай бог, не задевали друг друга, потому что, если будет тесно, конечно же, никто не пойдет смотреть данные продукты. Далее, такой момент, как фокусные точки, они, конечно, должны быть в любом шоуруме, это должны быть моменты, которые притягивают взгляд, которые заставляют обращать на что-то внимание, и здесь представлен, значит, один из акцентных моментов именно в шоуруме стекла, он состоит из объемных модулей, облицованных стеклом, и туннельного зеркала, и вот эта конструкция, она получилась настолько прелищной в шоуруме, что, в общем, такое панно, на самом деле, как мне говорят мои партнеры, что мы назвали его панно Елены Кибеткиной, потому что очень часто его заказывают, и даже мои клиенты приходят ко мне, и несмотря на то, что вроде бы как не хочется повторяться, но просят сделать им именно такое же панно в оформлении каких-то декоративных моментов. И вот еще справа у нас представлена витрина тоже из моего салона красоты, красоты, и я хотела рассказать вот эту историю про эту витрину. То есть она является тоже точкой продажи, хоть это и салон красоты, но она является точкой продажи, и заказчица моя. На самом деле витрина была достаточно не, ну, она получилась небюджетной, и у нас в общем очень много было вопросов. Во-первых, мы не могли найти, вернее, я нашла ей исполнителя, но ей казалось, что это достаточно дорого получается, и она искала вариант, чем же можно заменить вот этот арт-объект, вот эту зону продаж, на что можно это заменить. И все ей говорили, зачем вам вообще вот эти скругленные элементы, давайте сделаем квадратные полочки, там крепить легче, и все хорошо, и можно стекло закрепить, чтобы закрыть, а еще момент такой, что она у нас открыта, и тоже у нас очень долго как бы оставался вопрос, делать ли ее закрытой, потому что была, ну, заказчица опасалась, что все-таки будут какие-то, ну, могут своровать, что это может остаться как-то без присмотра, и могут быть, ну, неприятные какие-то моменты с этим связаны. но в результате оказалось, что витрина является прямо точкой притяжения клиентов, что всем хочется подойти, именно то, что она открыта, все смотрят продукцию, все интересуются, и администраторы отмечают, что продажи в этом салоне повысились. Если раньше у них стояла стеклянная витрина, в которой стояли тюбики с кремами, то как она мне рассказывала, что не всегда получается сделать закупку определенного ассортимента, иногда получается так, что вот этот ассортимент он стоит в достаточно ограниченном количестве, там, три тюбика, например, и та стеклянная витрина, которая у них до этого была. она, во-первых, пылилась, во-вторых, эти три тюбика смотрелись очень одиноко, и вообще никто не подходил к этой витрине, и как-то очень вяло осуществлялись продажи. Сейчас же всем хочется подойти, всем хочется потрогать, и даже если там остался один-два тюбика, она сама по себе привлекательна, поэтому никого это не смущает, люди подходят, спрашивают, даже если чего-то нет, заказывают продукцию, чтобы им привезли, приходят, потом покупают, и, соответственно, продажи выросли, вот она прямо благодарила за это, что все-таки мы это решение отстояли, и витрину эту поставили, поэтому от того, как решены эти точки продаж, скажем так, так, в общем-то, и продажи осуществляются, скажем, дизайн очень на многое может влиять в продажах, и еще один момент, на который я хотела обратить внимание, это то, как расставляется свет, есть одно изречение, в правильном свете, в правильное время, любая вещь покажется удивительной, сказал известный фотограф, и мы с вами сейчас наблюдаем слайд с шоурумом и светом, который демонстрирует то, как можно подсветить товар, как его представить тоже выигрышно при помощи света, то есть нужно решить вообще какую атмосферу в шоуруме вы хотите поддержать, хотите ли вы там, чтобы все прямо залито было светом и все светилось, либо вы хотите создать какую-то камерную обстановку и подсветить определенные моменты, потому что со светом тоже есть очень много нюансов и со светом конечно можно решить очень много различных моментов при продаже той или иной продукции. Ну и конечно же опять же отвечаем себе на вопрос как клиент должен себя чувствовать, то есть должен он зайти в освещенное помещение и прям все сразу увидеть, либо он должен зайти в какую-то приглушенную камерную обстановку и обратить внимание на те вещи, которые специально подсвечены. Также очень важно найти именно те светильники, которые подходят именно тому шоуруму, который мы сейчас проектируем, то есть это может быть какой-то технологичный свет, либо это может быть винтажная люстра, все зависит от характера шоурума. И здесь мы видим, что допустим каких-то автомобильных тех же салонов и тот же допустим шоурум окон, это все-таки технологичное освещение, а там где какие-то декоративные моменты, текстиль, ткани, мебель, наверное можно повесить какие-то интересные люстры. Очень важно от того, какая температура света, потому как и вообще как свет расставлен, то есть если шоурум занимается допустим продажей сантехники, то лучше выбрать свет от 4000 кельвин, дневного свечения либо холодного свечения. если мы продаем допустим те же ту же одежду, то это все-таки наверное больше теплый свет, поэтому от того, какая продукция представлена, очень много зависит какую температуру выбрать светильников. есть еще такие моменты, можно играть с контрастами, допустим где-то посильнее подсветить, где-то свет приглушить, чтобы опять же сделать акцент на том или ином продукте. Ну и конечно же подсветка, не забывать ее использовать на полочках и вот шоуруми окон у нас она прямо непосредственно над конструкциями находится, чтобы прям сразу освещение было на систему, которую смотрит клиент. Так, ну и еще один момент, это дополненная реальность, которая также приходит сейчас во все сферы и при дизайне шоурумов каких-то тоже может использоваться, будет добавлять какого-то тоже являться притяжением клиентов, которые здесь представлены такие интересные моменты, как виртуальные примерочные и допустим виртуальные очки, когда можно просто одеть и посмотреть пространство, которое еще только-только проектируется. и в конце я вам хотела показать тот продукт, который помогает нам стать конкурентоспособными на рынке коммерческих помещений, ну и наверное для вас тоже сталкиваетесь с таким моментом, ну по крайней мере мы сталкиваемся, что сейчас ты приходишь на объект и тебя рассматривают не как единичного дизайнера, то есть смотрят несколько дизайнеров и сравнивают портфолио, сравнивают ваши какие-то компетенции и думая о том, как, вернее анализируя, как же все-таки быть выигрышным в этом процессе, как сделать так, чтобы выбрали тебя, я задумалась над одним продуктом, который разработала, который активно внедряю и на мой взгляд он очень нехорошо работает и хотела бы с вами поделиться. Поставьте, пожалуйста, плюсики, кому интересно. Ну ладно. Толи, задержка идет, трансляция. В общем, этот продукт называется коммерческое предложение. Понятно, что мы его делаем тоже не для каждого клиента. Это делается, такое коммерческое предложение мы делаем для определенных клиентов, когда прям нам очень интересен объект, потому что сейчас в последнее время ситуация складывается таким образом, что к нам приходит очень много входящих интересных проектов, но рассматривают нас не одних. Мы участвуем, можно сказать, в тендере, и для того, чтобы быть конкурентоспособными, мы делаем такие вот предложения. И сейчас я вам его покажу. Сильно долго не буду акцентировать внимание, просто пролистаю. Мы называемся Киби Дизайн, я еще раз повторю, то есть я руководитель студии Киби Дизайн, у нас таким образом оформляется титульный лист с нашим логотипом и слоганом «Важен результат», потому что я считаю, как бы у нас не складывались отношения с заказчиком, все-таки результат очень важен на выходе. Затем в этом коммерческом предложении, вот мы долго анализировали, у нас была разная структура, мы по-разному ее делали, но после нескольких вариантов, все-таки следующий слайд у нас мы решили, что это будет приветственное слово руководителя студии, который обращается к заказчику, который благодарит его за то, что он к нему обратился и дает какие-то гарантии, обязательства, которые впоследствии вы все равно отображаете в договоре. Далее, обычно это коммерческое предложение, хочу сказать, оно делается после первой встречи, вот в данном случае это коммерческое предложение на развлекательный клуб, что примечательно скажу, что я не совсем попала в концепт, который услышала, потому что это объект, который, ну, скажем так, у нас в практике пока не было развлекательных клубов, и поэтому переговорив с заказчиком по телефону, я, видимо, не совсем его допоняла, но тем не менее, так как мы заключили с ним договор, я думаю, что он рассматривал достаточно серьезных дизайнеров в нашем городе и все-таки сделал выбор в пользу нас, я думаю, что все-таки вот этот продукт, он сработал, сделал свое дело. Так вот, далее мы после этой первой встречи либо первого звонка, я все-таки стараюсь задать максимальное количество вопросов, попросить планы, и далее в коммерческом мы отражаем то, как я поняла, что от нас ждут, потому что первый вопрос который задает заказчик, сколько стоят ваши услуги. Понятно, что без дополнительной информации стоимость услуг мы не можем обозначить, поэтому мы пытаемся дать обратную связь, написать, что мы поняли, что нужно сделать, ресепшн, гардероб, санузлы, барную стойку, караоке, там, и так далее, что вообще из разговора я, допустим, поняла с клиентом, что ему требуется делать. Затем он нам скинул приблизительный план, тоже в торговом центре, это уже как бы я слайд прикрепила дополнительно, его на самом деле в коммерческом не было, потому что по торговому центру было непонятно, эпизонам непонятно было. Но в процессе у нас потом были еще переговоры, и обычно все-таки заказчики отправляют планы, и мы делаем такое небольшое функциональное зонирование, то есть мы не делаем какую-то планировку серьезную, просто накидываем, что именно мы поняли из разговора, что мы будем делать, потому что по-другому как бы как выставить вообще стоимость услуг, если ты не понимаешь вообще какой объем работ предстоит. Поэтому мы прикладываем вот такое функциональное зонирование, где обозначаем зоны, которые нам нужно делать, и примерную стоимость услуг. Обычно тут она может делиться на какие-то категории, то есть это могут быть зоны с какой-то тщательной проработкой и детальной проработкой визуализации, может быть это будут просто чертежи без визуализации, может быть какие-то технические помещения, которые тоже бывают в склады там и так далее. Ну и затем мы накидываем референсы, которые в нашем понимании отражают концепцию, которую хочет заказчик. Ну примерно. В данном случае я еще раз повторяю, что мы не попали, но тем не менее после, как бы для коммерческого предложения это на самом деле не сильно важно. Это просто как бы скажем так ваш шаг навстречу, что вы готовы сотрудничать, работать и общаться с клиентом. Ну я вам просто пролистаю слайды, которые мы приложили, то есть референсы по освещению, которые могут использоваться по оформлению стен, потому что при разговоре он сказал, что мне в принципе нужно будет оформить стены, фото-зоны и потолки. Полы, понятно, в торговых центрах как бы редко затрагиваются, поэтому референсов по оформлению полов в общем-то тут нет. Далее мы разработали вот такую вот табличку с этапами и стоимостями работ, которые также заказчику позволяют понять, как вообще мы планируем работать, что у нас есть основные этапы, у нас есть дополнительные услуги, в каком процентном соотношении вообще обычно мы берем предоплату за определенный этап, что на этапе делаем, ну и примерную стоимость, то есть вообще функционального зонирования изначально не было, была вот эта табличка с общей какой-то стоимостью, понятно, что тут на категории пока помещения не разделены, а только общая стоимость, потому что ну примерная скажем так. Далее вот этот вот слайд про нашу студию, где мы тоже описываем, чтобы клиент понимал, что это все-таки не я одна, это будет делать команда, но вот изначально этот слайд у нас был в начале, а потом мы решили, что все-таки это должно быть в конце, все-таки сначала должна быть вся информация по объекту и только потом по тому, кто мы такие и какое-то портфолио более-менее подходящее под этот объект, потому что объекты все достаточно разноплановые и не всегда бывает как бы возможность прикрепить, ну как в данном случае, так как у нас не было развлекательных клубов, но мы делали киберспортивный клуб, поэтому мы его прикрепили, но я думаю где-то соус-соу немножко близко, мы делали гриль-кафе, тоже потому что там у него планировалась одна зона с открытой кухней, ну и тоже общественное помещение такое, ну еще такое же как кафе, ну и все, и последний слайд, это контакты наши, чтобы клиент всегда мог позвонить, написать на почту, или посмотреть инстаграм, ну и вообще они мониторят все равно и соцсети, и сайты, смотрят вообще что за компания, ну потому что с коммерцией если частные заказчики они очень часто приходят по сарафанному радио, то коммерческие интерьеры они приходят извне и они все-таки хотят видеть дополнительную информацию, которую вы им предоставляете, ну все, спасибо всем большое, буду благодарна, если поставите плюсики, кому было интересно, если есть какие-то вопросы можете писать в директ в инстаграм отвечу всего доброго всем до свидания субтитры